Гонбольный клуб «Лада» дома обыграл Ижевский университет. Игра проходила в рамках чемпионата России и стала для тольяттинских спортсменок своеобразной передышкой и одновременной разминкой между борьбой за другой трофей Еврокубок. За матчем следил Дмитрий Лобанов. Игра с рядовым соперником чемпионата России проходит спустя трое суток после встречи «Лады» с Данией в рамках Еврокубка. Ижевский университет приехал в Тольятти также после напряженной игры в Уфе. Команда находится на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата России. От января ждем ярких игр. У нас три игры в январе. Первая игра у нас удалась, скажем так, с датской командой. Ждем продолжения, чтобы «Лада» радовала. Я верю в нашу команду, верю в молодых девочек, которые сейчас только входят в игру, которые играют первый год в составе «Лады». Я думаю, что у нас очень большое будущее и очень хорошие перспективы. Удмуртские гонбалистки не были настроены сдаваться без боя. Периодически на поле тренерскому составу приходилось выпускать опытных игроков «Лады» – Дарью Дмитриеву, Полину Ведехину и Кристину Тарасову. После этого команде удалось нарастить отрыв в шесть мячей. Итоговый счет встречи – 31-25. Мы многое пропустили в защите, многое не забили. Хотя должно было быть все наоборот. Немножко подустали, как бы мало еще времени прошло после той игры. Ну, наверное, из-за этого. Тежевская – это тоже нормальная команда. Мы на каждую команду настраиваемся. Тренерский состав отмечает, что на матче с университетом давали возможность поиграть молодым игрокам. Основной состав берегут для предстоящей борьбы за Еврокубок. Хотел сегодня побольше дать отдохнуть основе. Все-таки они позавчера играли неплохую игру, тяжелую. Едем во Францию на тяжелую игру. Но второй состав очень меня разочаровал. Больше от них ждал. Что-то я до второго состава никак не достучался сегодня. Сразу после пресс-конференции у клуба «Самолет в Париж». Там тольяттинские гонболистки встретятся с французской командой «ИСи». Бороться за Еврокубок спортсменкам предстоит без своего главного тренера Ливона Акапяна. Сейчас он проходит лечение в Волгограде после операции. В этом месяце тольяттинским спортсменкам предстоит еще одна домашняя игра с командой «Уфа Алиса». Она пройдет 31 января. Сейчас гонбольный клуб «Лада» идет на первом месте турнирной таблицы чемпионата России. Дмитрий Лабанов, Андрей Костомаха. Новости губернии Тольятти.